И новости принесли прекрасные. В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель, естественно, отечественной сборки. И вопрос первый у меня, а он помогает? Потому что, если вы помните, нам сначала говорили, что действительно есть велика возможность заразиться коронавирусом, если дотронешься до какой-то поверхности. Но вот последние данные исследований, 94% заражений происходит воздушно-капельным путем через контакт с зараженной поверхностью, дотронулся, заразился, случается около 6% заражений. Соответственно, если посетитель приходит к Путину, и он заразен, то никакой дезинфекционный раствор его внутренности обработать не в состоянии. Может он обработать только его одежду лицом и руки, и, соответственно, заразиться от этой одеждой Владимир Владимирович может. Ну, если он, например, станет расшнуровывать ему ботинки или поможет снять пиджачок, и я как-то не думаю, что это очень вероятно. Ну, в крайнем случае, Владимир Владимирович может сесть на стул, на котором сидел посетитель, отряхнуться, а потом потерять рукой глаза. Тоже не очень вероятно, если вы представляете себе стул, на котором сидит начальник, и на котором сидят гости. А вот если президент просто пожмет посетителю руку, но руку перед этим посетитель вымоет, заражения не будет. То есть это мне напомнило пресс-конференцию Трампа, на которой Трамп размечтался о том, что можно лечить коронавирус внутрь приемом дезинфектантов. А мир после этого весь неделю ржал, а вот над Трампом ржали, а у Путина уже стоит. А понятно, что дезинфекционный туннель действительно полезен в больнице, потому что там запредельная концентрация вируса, и там обрабатывают врача, чтобы он сам до себя не дотронулся. А вот обрабатывать дезинфекционным раствором людей перед тем, как пускать их президенту, это, помните, мы на Лацкане Пескова заметили отпугиватель вирусов. И это вот как раз из серии тех клиник, где лечатся понтами морала и прочей полуэзотерической фигней, причем лечатся депутаты-миллионеры вместо того, чтобы поехать в Израиль. И я вообще скажу, что если бы такие туннели работали, то они не то чтобы стояли в Белом доме или на Даунинг-стрит-10, они бы прежде всего стояли на всех входах в метро города Нью-Йорк. Собственно, это прекрасная история с этим туннелем. Это ответ на то, верят ли они там в Кремле свою собственную показуху, в том числе и с целью освоить бабло. Потому что, если вы помните, когда в начале эпидемии Кремль отправил военных врачей и оборудование в Италию, и потом итальянцы сказали, что на 95% это оборудование бесполезно, то как раз вот среди этого оборудования были дезинфекционные машины, и их-то итальянцы и сказали, ну а зачем это? И вот несмотря на то, что они это сказали, наши власти потом выделяли большие деньги на дезинфекцию домов и подъездов. Мы все видели это прекрасное видео. А когда заходит человек в скафандре с ранцем на спине в подъезд, два раза прыскает из пшикалки, в это время его для фотоотчета снимает другой человек, они оба уходят, и это, конечно, полная халтура. Но с другой стороны, как я сказала, обеззараживание подъезда – это абсолютно бредовая идея. Ну, дезинфекция больницей, там дома престарелых, где свирепствовала эпидемия – это еще да. А вот поливать дезинфектантом тротуары – это вот абсолютно тратить деньги на те бесполезные вещи, при том, что денег не хватает на закупки СИЗ и на зарплаты врачам. И траты – это, разумеется, не случайно, потому что на самом деле вот эти ноги растут еще из практики советских войск им защиты. И есть такие высокопоставленные генералы рядом с Владимиром Владимировичем, которые объяснили, что бороться надо именно так, но просто потому, что у них этот дезинфектант есть, и его надо освоить. Кроме того, это, конечно, прекрасный индикатор, этот тоннель, потому что есть главный вопрос. Несмотря на эпидемию, Путин объявил 25 июня аппарат, 1 июля – голосование по поправкам, и 12 июля – бессмертный полк. После этого нам высочайшим указом объявили, что эпидемия идет на убыль, количество регистрированных в Москве заражений стало снижаться, перепрофилированные под корону многие из больниц в Москве вернули их своим первоначальным функциям, и все мы принялись гадать, что на самом деле происходит. И понятно, что гадать очень сложно, потому что реальные цифры эпидемии в Москве до этого, даже и до этого объявления, было достаточно сложно установить. Это также невозможно, как установить степень популярности Путина истинную путем опроса общественного мнения. Эти инструменты не работают в зонах, где факты слишком искажаются. Соответственно, мы можем только приблизительно посмотреть, что в Москве действительно эпидемия идет на убыль, и действительно освобождаются много коек в реанимациях. Это компенсируется тем, что идет всплеск во многих регионах, потому что Москва заболела с лагом по отношению к Европе, многие регионы болеют с лагом по отношению к Москве, СМЭ. Вот это главного инфекциониста, который только что сказал, что кто хочет идти голосовать, пусть идет, но коек в больницах нет. Плюс это падение пока достаточно незначительное. При снятии карантина оно грозит обернуться новой волной. Кроме того, оно сопровождается сокращением численности отданных под ковид коек. И очень много сообщений, что госпитализировать чайка стало очень сложно. То есть если больной помнятный, то все в порядке. А вот если нет, мне многие знакомые говорят, что приходится напрягать все связи. То есть вот у нас нету настоящих цифр, но у нас есть индикатор, знаете, как канарейка, которую шахтеры, когда не было еще хороших датчиков, несли с собой в шахту. И по поведению канарейки было ясно, вот метан там есть или нет. Вот это канарейка Владимир Владимирович, потому что мы знаем, что президент Путин разрешил парад, где заражаться будут другие. Но отменит саммит ШОС, где заражаться придется самому. Что он поставил в резиденции дезинфекционный тоннель. Вот Бломберг сообщает, что 80 ветеранов, которые будут на параде рядом с Путиным, отправлены на карантин в подмосковный санаторий. Ну хорошо, конечно, что в санаторий, а не в какую-нибудь камеру. Но в общем, представьте себе, очень пожилые люди, которым реально тяжело, и вдруг их вынимают из дома. И помещают в совершенно неизвестную им среду только за тем, чтобы вождь не испытывал никакой возможности заразиться. Опять же, Песков заявил, что Путин после отмены режима изоляции не планирует возвращаться к режиму работы, подразумевающей личные встречи. Даже не планирует встречаться с лидерами ОПЕК+, хотя цена на нефть переводчередная боль для Кремля. То есть, вот статистики у нас нет. Но вот есть у нас канарейка в шахте. Потому что, в общем, посмотрите на то, как ведет себя президент, и станет все ясно. И, собственно, это вот тот человек, который летает со стерхами, бесстрашно погружается в батискафи. И, кстати, про тоннель чуть не забыла. Говорят, у Ким Чен Ина в резиденции тоже есть тоннель. Ведет на 10 километров и подает в резиденцию воздух из соснового бора. Уж не знаю, правда ли, но навеяло. И, кстати, обратите внимание. Вот есть много президентов, которые по тем или иным причинам отказываются признавать ковид серьезным заболеванием. Есть Болсонара в Бразилии, есть Лукашенко в Белоруссии. Но они, отказываясь это делать, в том числе по экономическим причинам, ведут соответствующий образ жизни. То есть Лукашенко сам играет в хоккей. Болсонара никуда не прячется, ни в какой бункер, ни в какого тоннеля ни себя не строит. И, в общем-то, как-то у нас сейчас удивительная история. Получается, для всех карантин отменен, а для Путина эпидемия продолжается. Это Юлия Латынина, и код доступа, как всегда, в это время по субботам. Слушайте нас на радио «Эхо Москвы» и смотрите нас на YouTube-каналах «Эхо Москвы» и моем собственном YouTube-канале «Латынина ТВ», на который не забывайте подписываться, потому что у нас там лежит много других интересных видео про глобальное потепление и прочие, не имеющие отношения к непосредственной политической текущей реальности вещи. Субтитры создавал DimaTorzok